добрый вечер тему я сегодня выбрал непростую ну и в общем то она же была заранее объявлена поэтому я как вижу в зале слушателей поменьше чем обычно вот ну правда же ни о каких художественных практиках никаких модных философских концепциях сегодня разговора не будет разговор будет ну а такой в общем то ну совсем странный а может быть даже страшной теме такой как память поколений и личная ответственность за коллективные преступления но звучит как-то жестко ну и в общем то наверное не обязательно это слушать это же как бы личная проблема каждого но и она и моя тоже в том числе ну вот я о своей собственной поговорю как я ее представляю а вы в раз пришли ну послушайте согласитесь со мной хорошо а нет ну посмотрим что дальше делать вот я также хотел бы предупредить о том что обычно же я как-то соединяю тему лекции этого года соответствующей лекции прошлого года но тема покаяния тоже в одной из лекций звучало ну и кстати некоторые вещи я повторю но я хотел бы как то вот несколько с другой стороны к этому подойти ну и наверное более глубже поскольку это вся лекция будет этой теме посвящена а вообще у меня сегодня столько материала столько мне нужно вам сказать мне даже одних имен нужно было бы вам назвать довольно большое количество конечно же я не назову всех людей всех авторов кого нужно было бы назвать в этой теме знаете у меня даже вот обычно когда я читаю лекцию готовлюсь к лекции я готовлю какой-то видеоматериал там один два три ролика я показываю я сегодня вам собираюсь показать восемь меня меньше не получится они все короткие не пугайтесь да но в принципе если бы вот это не была такая серьезная тема я бы сказал ну хорошо это будет так ролик короткий потом анекдот шуточка всем смешно все засмеялись потом еще ролик и так восемь раз посмеялись и разошлись но сегодня так не получится невозможно но по многим причинам и кстати если обращали внимание я же вот однообразный и последовательный форма моих лекций но такая вот как знаете как панамарь в церкви да как заведет свою песню да у него все одинаково и так и я вот что-то там расскажу что-нибудь серьезное потом потом посмешнее что-то будет потом видео сюжет а в конце я обязательно произнесу такую фразу а теперь чтобы не так страшно было то что я вам сегодня рассказал я сейчас вам покажу такое смешное смештое что-нибудь и показываю какое-нибудь вот видео или картинку все смеются все довольны и наступил аристотельский катарсис все счастливы сегодня так не получится потому что если я по все после всего произнесенного начну шутки шутить то ну я не знаю там реакция может быть совершенно неоднозначная да я как-то и не смогу да вот а будет ли другая эмоциональная реакция после моих слов я я не знаю вообще я также хочу предупредить что это не просто там 12 плюс 18 плюс это 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 так плюс что дальше некуда да вот мне 61 год я чувствую что я еще не очень готов к тому чтобы в полной мере оценить эти проблемы может быть и мне рано еще так что пожалуйста я я вас предупреждаю вот так ну а а вот эти вот шутки которые обычны для моих лекций я давайте я с одной из них начну чтобы вот как-то повторяю что она она есть такая шутка но в конце лекции она будет неуместна это это запись в дневнике школьника не явился на митинг памяти погибших сказал что он их не убивал разберитесь ну к родителям соответственно да но в принципе несмотря на то что это шутка как известно в каждой шутке только доля шутки это в общем то можно считать вот таким девизом краткой сутью моей лекции мы все куда-то не явились и вот как-то нужно с этим нам будет разбираться в прошлом году когда я касался этой темы там коллективной вины покаяния террора я говорил исключительно про немцев но я рассказал немного про хану аренда теодора адорна я и сегодня про них поговорю но сегодня мне хотелось бы сравнить но вообще как бы вот русскую историю немецкую историю реакции немецких теоретиков интеллектуалов и вообще всех немцев сравнить с нашей ситуации что у нас происходило и конечно же поскольку немцы уже были сегодня было бы нужно говорить почти исключительно про русских но когда я готовился к этой лекции я понял что это невозможно потому что материала тех же немецких американских авторов гораздо больше и там гораздо больше интересных событий ключевых не то что интересных а ключевых важнейших событий произошло важнейших текстов про которые нужно поговорить и у меня в общем почти вся лекция будет опять-таки посвящена там вот немецким американским автором